Так, приехали мы в такой комплекс ВМСА. Оставила я машину. Мы с Ириной сейчас пойдем по городу прогуляемся. Хотим посмотреть, как переделали там наш центр города. Поснимаю. Вот через этот ВМСА и пройдем. Может быть катка уже и нету, да? Или должен быть? Не, а мы сейчас с тобой вон там выйдем. А где ты хотела посмотреть? Так, вот это комплекс, но это фойе. Здесь вот кафетерий есть. Зал и бассейн все с той стороны осталось. Нужно заходить, карточку показывать. А здесь, кстати, есть вот это дейкер. Это вот детский садик. Так вот и выглядит площадка. Это для тех, вот тут много одиноких мамаш или у кого-то маленький доход, для них садик. Туда, кстати, очень трудно попасть. Нужно очередь ждать. Мы на другую вышли парковку. Ну вот так, да, пойдем? Ну да, все. Я не думаю, что будем плачивать. Я что-то считаю, что... Ты ничего не потеряешь. Ну, если там только этюшка. Так, все, вот мы уже подходим к нашему даунтауну. Там река. А, ну мы по этой стороне не видно. Сейчас тут посмотрим. Вот красиво там с той площадки смотреть. Может быть, да, потом спустимся с тобой. Еще где-то есть вон там под тем мостом тоже смотровая площадка. Слушай, кабинки остались. Я думала, убрали эту канатную дорогу. Нет, она... Нет, не страшно так на ней. Нет, мы катались, ну что... Страшно? Вот там, да, над водой. Но она так далеко не идет, в принципе, это нормально. Молодостью в Непропетровске. Там есть канатная дорога такая. Там, наверное, большая у вас, да? Там она длинная. Длинная. Она идет по всему парку. Да. Но там не такие красивые кабинки. А, знаешь, как вот углифт заходишь и открыто. А, да, да, да. Открыто. И только вот эта одна корзина железная. Ага. Так я думаю, я уснулся. Но она тоже, она, она, она где-нибудь раньше. Ну, дети там, видишь, там вот эта гора, там можно на этих сноубордах еще как бы более-менее. Да, это сноуборда. Да, он сказал, на лыжах встал, не смог, малой. А на лыжах надо учиться. Пять лет, говорит. Так он так быстро, жух, и уже все, поедет. Думала, говорит, он бояться будет. Не, говорит. Не, я боюсь. Я училась, парень со мной учился. Он ездил туда на гору, он уже несколько лет назад. И они просто стояли кучкой. А оттуда сверху по горе несся на лыжах кто-то. Ну, не знаю, мужчина, женщина. И, короче, прям в их компанию получается. И этому парню этой лыжи прям по голове. И там все, он сознание потерял сразу. Скорая приехала. Короче, там у него последствия были. Его вообще потом в Сиэтл перевозили. В коме лежал. Че, как бы она рассказывала. Говорю, больше туда вообще детей не пущу. А у меня ж Илюшка туда ездил. Да, мы ж трусливые женщины. Смотри, а тут еще это закрыто. Может быть, еще не до конца они сделали. Так, вот мы подходим, где вот эта канатная дорога начинается. А здесь куда дальше берут пять каких-то. Короче, смотри, убрали. Здесь же вот эта сцена стояла. Нет, они все будут переделать. Здесь будет пять. Вот это первый как бы аттракцион. Их пять каких-то будет. Еще будут делать, да? Пять. Так, вот он лед. Как нам к нему это подойти? А все, уже нету льда. Ну да, уже весна. Все, они убрали уже покрытие. Зимой мне не удалось здесь побывать. Так хотела посмотреть. Тут катались. А ты знаешь, вот с это мелкое время, что он открытый, Три несчастных случая уже случилась. Да ты че? Да. Ну да, если он там на лыжах несчастные случаи происходит. А тут тоже на коньках. Один даже смертельный. Один даже смертельный. Да ты че? Да. Ну это значит, это, упали. Упал кто-то. Да, упал, головой удавился. Угу. Так, рабочие там. Че они делают? Ну да, летом как он будет. Это, видишь, надо поддерживать температуру. Вот эти бегущие человечки здесь. Это вот Нордстром. Так они с чего, говорю, пошкребут, если им разрешат за ним выходить и бегать. Вот это все. А, ну это может быть летом будет вот эта дорожка. Да, они ж хотели, чтобы там можно на этих вроде ездить. На роликах. Ну да, да. На скейтах. Так что они, наверное, зимой лед, а когда тепло, вот так просто. Вон там вдалеке наша башня часовая. Снять. Что делать? Так, это Риверфронт Парк называется. Это Рея. Это все, что вот в планах у них тут, как переделывать, перестраивать. Вот это ледовая дорожка, где мы сейчас только что прошли. Это вот вдоль реки будет. Ну и вот здесь закрыто, да, вот они делают. И вот это карусель. Сейчас дальше пойдем посмотрим. А потом они уже дальше. Пять штук сказали, чего там будут делать. Вот лед они уже сделали. А еще ж ты говорила, парк, может, они будут переделывать. Ну да. Они же сносили, там помнишь, кинотеатр был, там где парк. А то все будут сносить. Ну классно. Только когда это все будет, долго делают. Вот здание карусели, хотели туда подойти. Тут, короче, все закрыто, да, еще, оказывается, не работает. Ну классно, да, сделали, смотри. Старая была такая, она маленькая, низенькая. А это прям такое они высокое поставили здание. Вот этот фонтан тоже все будут переделывать, да? А? На лето они, наверное, планируют мост и карусель. А уже потом куда будет? Я думаю, к лету должны закончить эту хоть карусель. Так, вот здесь банк какой-то. Что, в Норстром пойдем? Ну, тебе хочешь, пошли. Идем прогуляемся. Не, а что, погуляем. У нас сегодня прогулочный день. Пойдем сюда. Тут на автобус, чтобы пересесть, нужно обязательно в даунтаун приехать. Ну, если ты знаешь, где, на 80-м, ну, если есть две автобусы, сходят. Если есть две автобусы, сходят. Ну, мой, говорим, что там. Редкий случай, да. Потому что в даунтаун есть несколько автобусов, знаешь, у кого есть. Ко мне туда, там, 24-й и 26-й, по-моему, уходит. Если ты сюда приедешь, у тебя есть два. Ну, да, ну, смотри, именно машине. А если на столовке стоят? Ну, вот отсюда, оттуда будешь ехать сюда минут 25. Тут пока пересядешь, тут еще полчаса, если не больше. А на машине за пять минут сел, проехал. А ну, зацарь, ну, что, сходи, по порту, пока найдешь. А если портоваться, вот, в бар, то, чтобы не было. Зацарь там заковал. Я знаю, как, бруши набираешь. Там, в водку, они что-то в макаронку. Вот, знаешь. Вот все, я мечтаю в этот суши-бар сходить. Так, никак это. Сейчас закрыто. Вы были здесь? Нет, а у меня, смотри, смотри, не любят. Я-то люблю эти суши. Так, вот здесь бутик. Называется White and Black. Так уже ж десять. Может быть, и позже они открываются. Какой дорогой у них там есть? Ух ты, машинки какие. Какой цвет красивый. Нравится, да? Цвет такой синий. Вроде никогда мне синие не нравились, но так вот красиво смотрится. Ягуар. Так. Так. Посмотрите на ее. Где у нас-то? Кост? 50 тысяч. Где она? А, 50 тысяч. Такая вот машинка за 50 тысяч. Ну, та белая, наверное, тоже такая же. Так, сколько мы тогда смотрели он стоил? Сейчас нету цены, да? Что-то около 200 долларов. Да, это вот к этому здесь начинается Пасха в Америке. И вот они к Пасхе приурочены, эти зайцы. Вот тут сколько сладостей. Ой, я вишенки вот нахит покупала. Что, вкусные? Давай мы сейчас с тобой по вишенке купим. Яблоки в шоколаде, в орехи. Ой, что только нету, обожраться можно. Ну, они зайцы, наверное, да? Ну, это маленькие, да. Это вот шоколадная фабрика. Сейчас утро, людей мало, да? Почти никого нет. Мы тут гуляем одни. Куда, наверх? На Казахстан. Джерис. Лененчерис. Это там мужика. У них уже стулетки. Говорят, самое вкусное мороженое. Ну, не знаю. Не, ну, что ты чуешь? Ну, не знаю. Не пробовала. Сейчас попробую. Ну, помнишь, мы с тобой были, как она, Баскин-Робинс? Не сказать, да, что там, прям, такое вкусное мороженое. Но тоже всегда хвалили, что типа Баскин-Робинс. Знаешь, два мужика, они как-то создали эту компанию. Сколько лет, да, компанию. Да, Бененчерис. Они, знаешь, даже, говорят, как вот, если хочешь что-то сказать, сленги, что неразлучные, если, как говорят, говорят, соли, перец, вот они говорят, Бененчерис. Это у них значит, что это что-то вместе должно. Ну, и что тут такого необычного? Ну, короче, разное мороженое, да. Тут шоколадные. Не, шоколадные я не люблю. И я вот люблю какие-нибудь. Чизкейк. Гэд. Хай. Здесь тортики есть. Вот, мы взяли по-мороженому сыра. Я взяла тут чизкейк, страубери. И просто вроде страубери или черри. Короче, что-то взяла. Вид, конечно, что-то не очень, да, такой. Это эти мороженые. Мороженые, да. Ну да, так вкусное мороженое. Так, вот здесь бар. Сабвей. Ой, первый год мы, не знаю, этот Сабвей так обожали. Каждый по Сабвею съедал. А потом один еле-еле на двоих. Панда Экспресс тоже мне нравится. Ты панду берете, нет? Я. Ты только. Так, здесь пицца. Вот у них здесь тоже всякое это... Ай. Всякие креветки, рис. Но у них очень вкусные эти заправки. А вы, Алукин? Ну, там галерея, хочешь посмотреть? Ну, пошли туда. Вот здесь где-то, где-то мисо. Сейчас нету огня, то у них прям там огонь такой горит, да они жарят на огне. Тако дельмар. Тако я вообще никогда не беру. Не люблю. Ну, да, мексиканская это еда. Пусто так, классно. Ну, в основном, буррито. Моль берем. Ну, меня Никитка тоже любит, только эти буррито одни бы ел. Ай. Ай. Зашли в галерею. Тут, кстати, часто такие-то странные люди сидят. А что-то я раньше вот этого не видела, не было, что ли, или было. Ну, я давно тут уже не была на нас, полгода. Как-то все время ходишь в сторону. Угу. Ну, сюда, если вот только идти, в туалет. Фонтанчики попить можно водичку. Так вот посидеть. Мне здесь не нравится сидеть. Лучше там, в фойе, да? Еще всякие, тут всякие картины. Это пожилой рисовала, написано, сеньор. Угу. А, нет, это школа. Фрешмен, это новичок в школе. Джуниор, это вот Энди у меня, джуниор, посредине. Угу. И сеньор, это уже кто в школу заканчивает. Да? А, у них еще такие отделения? Угу. Я не знала. Фрешмен? Это все в хай-скул, да? Угу. А это фрешмен, это новенький, значит. Только начинающий. Угу. А сеньор, это уже кто заканчивает. Угу. А на джуниор, это... Это все работы этих школьников, хай-скул. Вот этот мне очень понравился. Тоже натюрморт такой для кухни. Вот это тоже интересно. Видите, на карте нарисовали. Вот чем дети занимаются в старших школах. Это Роджер-скул. Да? Роджер-скул, это куда Никитка пойдет. Ну, что-то он тут накалякал. Ну, тут все, ты на стенах. Угу. Угу. У нас... Самоубийцы, да? Так что самоубийцы у нас не только на мостах, они и в моле тоже бывают. Вот тут, представляете, однажды этот мужчина сбросился. Несколько лет назад это было. Сейчас я немножко вот так сверху покажу. А? Сверх него есть туалет. Да, оттуда. Так, зашли мы в Сифору, мою любимую. О, она уже начинает. А Ире уже плохо от запаха, да? Вот здесь тональники от Фундейшн. Ну, это тебе... Ты можешь тоже пробник. Пробник возьми и попробуй. Это как-то для черных. Так. Я хочу крем и вокруг глаз надо что-то взять. Я тут много чего брала. Много хорошей косметики. Но я потом забываю, как она называется. Так, нура, тут это дорогая косметика. Так, а клиник у них есть? Клиник. А, вот есть клиник. Клиник, что ли, попробовать? Так, если я найду тут... Да, вот есть вокруг глаз. Так, 45 долларов. Лазерный фокус. Такие два пробника от клиник. Вокруг глаз. Так, Ира сейчас тоже возьмет. У них какие-то эти нововведения сейчас. Они дают эти пробники. И она вносит всю информацию в телефон. Берет там имейл. Отмечает именно вот какие крема, допустим, я взяла. И, ну, это не знаю, для их какой-то отчетности, если в следующий раз я приду купить, и уже мне отметят, что я брала, купила и так далее. Как бы повышает ихнюю, как сказать, продаваемость, наверное. Хотят вести учет. Так, вот мисс Диор. Сладковатый запах. Ой, вот этот вообще сладкий. Гуччи. Гуччи тоже вонючие. Город нашел. Тут Банана Репаблик. Ни разу не была в этом магазине. Была? На Ютьюбе много это. Об этих вещах говорят хорошие вещи. Кит сказал, что вот он денежек подзаработает и пойдет в этот магазин себе одежды. Белая, как стена. О, давай в этот Норс Фейс зайдем, посмотрим. Вот это американский бренд. Такая спортивная одежда. Очень американцы любят. Дороговастенько. Конечно. Когда на скидках у них это хорошо браться. Зон 120 Норс Фейс. Тоже они такие облегченные. Все, пойдем. Пробежались, посмотрели, дальше пошли. Так, вот решили мы еще с Ириной зайти. Короче, новый магазин построили. Майфрэш Баскет. Сейчас посмотрим. Еще никогда здесь не были. А где вход? С той стороны, да, Нальчик? Вроде как натуральные продукты должны быть. Там, наверное, не здесь. Там, ты думаешь? Да, тут что-то. Вот этот уже новый район мне нравится. Это эти, как их, панхаузы или панхаузы. Так, вдоль реки. Как раз вот напротив даунтауна этот район. Ну, неплохой, да? Там так красиво мне нравится. Тут уже как-то тепло будет туда. Поедем поснимать. Ну, а если ты что-то будешь брать, я что-то не знаю. Да так, посмотрим. Если что, потом возьмем. Ух ты, большой какой магазин. Надо же. Рост хаус. А? Да, пусть-то дешевле, чем нам. Такой продуктовый, да. Большой магазинчик. Здесь что, в основном овощи, да? Овощи, фрукты. Да, здесь есть. Ягода, мясо. А, ты видишь, приготовленная уже. Здесь готовая еда. Да, набираешь. Да. Но мы так мороженое наелись, мне ничего не хочется сейчас. Вон, видишь, такие вот. Ага. Салатики здесь свежие. А, видишь, написано. Это может быть... Это может быть... И набираешь все, что делена, а потом они взвешивают. Это вот в Калифорнии у них есть Whole Foods. Может быть, что-то типа такого магазинчика, я не знаю, похоже. Тоже вот всякие салаты. Все свеженькое. Бреброды. Ну, я, Лукин. Ну, только подойдешь, сразу бегут. Поснимать не дают. А вот перец фаршированный уже готовый. Пять долларов одна штука, прикинь. Не, на пять долларов я пять перцев сделаю. Ну, не пять, но... О, сырокопченая. А вот так. На домашнюю похоже. Особенно 16 долларов. Вот та. Она что-то замороженная, да, какая-то? Смотри. А я не знаю. Оливки. Такие крупные. Написано сырокопченая. Драй, драй. Ну, она так выглядит, смотри, на вид какая-то. Так, лазанья. Ой, лазанью я не люблю. Как-то я пробовала. Очень вкусная была с креветками. Вот единственная лазанья мне понравилась. А здесь сыры. Смотрите, сколько сыров. Так, вот по 7 долларов. Такие вот маленькие. А, нет, тут разная цена. Вот 5,99, 6,29. Так, вот козий сыр. Никите сказали козий сыр кушать. Так, 13 долларов. А молоко козий не сказали? Ну, чтобы не коровье. Да, ну, мы попробовали, что козий, что коровье здесь в Америке одинаковые на вкус. Нет, это надо у тебя в частнику ездить. У кого козочек? Нет, ну, мне это не нужно. Я имею в виду это магазины. Нет, мамка держала. У нас отличаются. А вот тут вот они в магазинах одинаковые. Мы купили, даже вообще не отличили. Смотрите, вот какой ред вайн, красное вино, сыр. Ой, такой первый раз вижу. Ну, вот такой вот магазинчик. Все, мы походим. И уже на этом буду заканчивать съемку. Все, всем пока.